Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по псалтире царя Давида, имени Господи царя Давида и всю кротость его. Сегодня мы будем читать 49-й псалом, псалом Асафа. Писателем этого псалма был Асаф, который, как думают, был современник Давида, поэтому этот псалом можно отнести к временам царствования Давида и, скорее всего, сам Давид включил этот псалом в сборник псалмов, который он составил для богослужения в Иерусалимском храме. В общем-то и в синодальном переводе, и по переводу септуагинты, по церковнославянски, и, собственно говоря, по-еврейски, псалом имеет одно надписание, псалом Асафа, это очень редко, когда в каждом случае, при каждом переводе одно и то же надписание. О чём этот псалом? Вчитаемся в эти слова. Псалом Асафа. Федорит Кирский пишет, что Асаф — это наставник особого лика псалмопевцев, то есть это как бы избранный хор, который исполнял псалмы, и имя руководил Асаф. Поэтому его имя редко вспоминается в псалтире, потому что он руководил таким избранным хором. Он действительно был современником Давида. Первое — Паралипоменон, 25-2, Наимея, 12-40, и первое — Паралипоменон, 25-2, он как такой богосдохновенный муж, человек каких-то высоких духовных качеств. Именем его называется 49-й псалом, и с 72-го по 82-й. Они тоже имеют надписание, что это псалмы, связанные с Асафом. И начало этого псалма. «Бог богов Господь изрек и призвал землю от востока солнца и до запада». О чем здесь говорится? Кто именуется богами? Бог богов. То есть наш бог как бы над какими-то богами. А что это за боги? И Афанасий Великий пишет, «У бога святые судь боги». Это вот одно решение. А Феодорит Кирский пишет, «70», то есть переводчики саптуагинты, именуют богами тех, которым дано право начальствовать и судить. А вот теперь давайте вспомним, что славяно-русское слово «бог» по-еврейски произносится как «элогим». И в контексте пяти книжек Моисея используется по отношению к земным судьям, к людям. Поэтому понимать этот стих надо так, «Бог над судьями, над великими, над правителями». То есть они не самостоятельны. Над ними есть Бог, наш Бог, который превознесен над ними и над всем творением. То есть Бог судит судей. Судья над судьями. Господь, то есть особенно строго, Бог будет спрашивать с тех, которые обличены во власть, и с тех, которые вершат суды здесь на земле. «Господь изрек и призвал землю от востока солнца и до запада». Имеется в виду, что призывов было, в общем-то, несколько. Несколько. И что имеется в виду? То есть благость, человеколюбие и владычество всемирное явились Сиона земного, это в Ветхом Завете, в первом пришествии Христа. Явится и во втором пришествии Христа с горнего Сиона. Вот это толкование Златоуста и Феодорита. Действительно, свидетельство о Христе распространилось с востока солнца и до запада, когда апостолы шли и проповедовали. И пришествие Христа будет, как молния сверкает от востока до запада, так и пришествие Сына Человеческого будет таким же громогласным явлением. Это его второе пришествие в день суда. Бог явно придет, а Бог наш. Второй стих Сиона – благолепие красоты его, то есть красота его закона, красота Иерусалима. Бог явно придет, явно, то есть Боговоплощение имеется в виду, Бог наш, и не будет безмолвлен, огонь перед ним возгорится, сказано, земля и все дела на ней сгорят перед пришествием Господа, будет вот этот огонь, огонь перед ним возгорится, и вокруг его сильная буря, это пламя Армагеддона, он призовет небо свыше и землю рассудит народам своим, то есть судить будут не только человеков, но и даже ангелов, их тоже призовут к ответу, поэтому мы и прочитали, он призовет небо свыше, и мы знаем, что апостолы будут судить даже ангелов, и землю рассудит народ свой, а вот это уточнение народ свой, суду Божию сказано начаться с народа Божия, то есть мы христиане при каждой своей ошибке по полной программе получаем уже в этой земной жизни, поэтому не надо удивляться, что на нас нападают, нас бесчестьют, позорят, на самом деле это как бы такой формат небесного очищения, чтобы понеся наказание в этой жизни, мы не отвечали бы в будущей жизни, и чтобы это лучше понять, уяснить, есть такой рассказ, что когда евреи были во власти, они вели войны с соседними народами, это скорее всего относится к временам второго храма, и был такой случай, когда они захватили женщин, очень красивых, языческих женщин, девиц, и они привезли их в дом к своему равину, учителю, и решили поместить их на чердаке этого дома, а на чердак вела такая большая лестница, и они ее сняли, эти воины, и положили, а поднять эту лестницу одному человеку, даже двум, двум было очень затруднительно, она была очень большая, а это был дом вот этого ихнего там равина, цадика, как бы праведника, мудреца, хохмим, и воины отъехали по делам, а этот, значит, равин, у него во дворе, значит, его дома, целая школа, там полно детей обучаются закону Божию, он, значит, пошел, как бы, учить детей, а эти женщины открыли там верхний люк, его зовут к себе, они говорят, поставь лестницу, лезь к нам, стали ему свои всякие там красоты показывать, и этот равин так распалился, плоской страстью, бесы ему, наверное, помогали, он эту лестницу поднял, установил и стал лезть, причем он старый был уже человек, и он стал лезть по этой лестнице к этим женщинам, а все дети видели, как эту лестницу убирали, как этих женщин туда завели, и когда он долез до середины лестницы, он испугался, что если он сейчас падет в блуд, то он погубит свою душу, и он уцепился за эту лестницу, а дети как раз вышли на перемену, но они ждали, когда он придет, чтобы начать урок, и он стал орать, рэби горит, рэби горит, там вся эта толпа детей забегают, и они сразу все поняли, они увидели, что лестница стоит, он весь раскрасневшийся такой, им стало стыдно за своего учителя, и они ему говорят, что же ты позоришь себя, ты видишь, мы все покраснели от стыда за тебя, и этот пожилой греховодник сказал очень интересную фразу, она меня очень поразила, он сказал, дети мои, лучше вы за меня будете краснеть в этой жизни, чем в будущей, и они помогли ему спуститься, опять эту лестницу, опустили, уже на этот раз вынесли ее на улицу, чтобы он точно и пытался к ним собраться. Поэтому, когда народ Божий получает наказание уже в этой жизни, в этом содержится некое благо, то есть мы можем понести позор, стыд в этой жизни, лучше здесь испытывать краску на лице, чем в вечной жизни люди будут, которые с доверием к вам относились, будут краснеть за вас, а потом вас бросят в огонь вечный, где плач искрежет зубов. И мы читаем, «Соберите ему преподобных его, принявших завет его, о жертвах». Такой как бы молитвенный призыв, кто же имеется в виду? Имеется в виду, что надо собрать вождей Моисея, Аарона, Финеса, так и весь еврейский народ, обязавшийся у Синая исполнять закон о жертвах. Так понимают блаженный Феодорит, святитель Иоанн Залтауст и Зигабе. «Соберите ему преподобных его, принявших завет его о жертвах, то есть преподобные это Моисей и Аарон, Финес, а принявший закон о жертвах это народ, который стоял под горою и вступил в завет с Богом. Они тогда сказали «исполним и будем слушаться». «И возвестят и возвестят небеса правду его, ибо Бог есть судья». То есть, когда будет совершаться суд, каждый будет отвечать за то слово, которое он получил от Господа и которое он не исполнил. «Слушай, народ мой, я буду говорить тебе, Израиль, и я засвидетельствую пред тобою, я Бог твой». «Бог» — это славяно-русское слово, является переводом логим, то есть судья, я судья твой, как бы говорит Господь. Я Бог, твой Бог. Но мы и так знаем, что Бог есть. Бог имеется в виду. Я судья, твой судья, то есть я буду тебя судить, не дьявол там, не бес, не демоны, я сам, я творец, и я буду тебя судить. «Не за жертвы твои я буду укорять тебя», то есть, может быть, ты что-то там нарушил, «а так как всесожжение твоей предо мной всегда», то есть, я помню о них, «не приму от дома твоего тельцов, и от стад твоих козлов, ибо мои все звери лесные, скот на горах и валы, я знаю всех птиц небесных и украшения полей». Украшения полей Феодорит Кирский пишет «в моей власти все плоды земли», как бы так говорит Бог. «Всегда предо мною все это», то есть, это все принадлежит Богу, как апостол Павел пишет, «а что ты такое имеешь, чего бы ты не получил?» Мы все получили от Бога. Что мы ему можем предложить? «Если бы я взалкал, говорит Господь, Господь не алчится, не жаждет своей божественной сущности, если бы я взалкал, не сказал бы тебе о всем, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. «Уже ли я ем мясо валов и пью кровь козлов?» Богу это не надо. Богу надо наше усердие, жертвоприношение. «Принеси Богу жертву хвалы», то есть, прославляй Бога. «Исполни пред Всевышним обеты твои», то есть, твои обещания, которые ты дал Богу, возможный перевод молитвы, обеты. Блаженный Феодорит, Золотауст, Патриарх Анфим, Палладий, Вульгата Иронима, здесь предлагается решение обеты, то есть, обещания твои. «И тогда призови меня в день скорби твоей, и избавлю тебя, и ты прославишь меня». То есть, для того, чтобы Бог услышал нас в день скорби, мы должны возносить жертву хвалы и исполнять все обеты, то есть, все обещания, которые мы давали перед Богом. А кто-то может сказать, что он никаких обещаний не давал перед Богом, как вот в его случае. Есть крещальные обеты, которые за нас давали наши крестные. А если кого-то крестили в взрослом возрасте, то тоже давали обеты. Какие? Мы отрекались от дьявола, от служения его, от гордыни его, от ангелов его, и сочетовались со Христом. Это было обещание Богу доброй совести. Как и сказано, крещение не есть омытие плотской нечистоты, но обещание Богу доброй совести. Если мы это не исполним, то едва ли Бог будет нам помогать. Как минимум, мы должны тогда пройти второе крещение. Второе крещение — это исповедь. Таинство исповедь называется вторым крещением. А само водное крещение, сказано, единое крещение. То есть, его повторять нельзя. «Грешник уже сказал Бог», 16 стих, «Зачем ты проповедуешь уставы мои и держишь завет мой в устах своих? Ведь ты возненавидел наставление и поверг слова мои назад». То есть, Господь говорит грешнику, «Ты там проповедуешь уставы мои и держишь завет мой в устах своих?» То есть, в словах ты со всем соглашаешься, но жизнь твоя другая. «Ведь делами ты возненавидел наставление и поверг слова мои назад». То есть, как бы бросил за спину эти слова. Давайте посмотрим, давайте посмотрим, как по Массоре будет звучать 17 стих. «Но ты наставление ненавидишь и бросаешь речи мои позади себя». «Но ты наставление ненавидишь и бросаешь речи мои позади себя». То есть, человек как бы устами говорит, «Я вот люблю закон Божий, я там люблю Писание, но бросает это позади себя». Что значит «позади себя»? То есть, он не живет этим, он не стремится к этому. Библия лежит дома. Вот если кто-то сейчас слушает этот урок, и вы хотите понять, бросаете ли вы Слово Божие, за себя или нет. Вы знаете, как это сделать? Подойдите, найдите, где домашняя Библия. Если она покрыта пылью, то вы уже бросили Слово Божие за себя. Но если эта книга не успевает покрываться пылью, потому что вы все время ей пользуетесь, значит, она перед вами, а не за вами. То есть, в этом можно легко убедиться. «Если ты видел вора, то спешил вместе с ним». То есть, ты видел, как грабят людей, ты присоединялся к грабителям. «И с прелюбодеем имел участие». То есть, увидел, что кто-то идет на прелюбодеянии, побежал вместе с ним. «Уста твои размножали злословие, и язык твой сплетал коварство, сидя в собрании». В собрании имеется в виду нечестивых, злоумышленников и разных хитрых лиц, губителей, врагов, праведников. Это Псалом 1, 1 стих, и Псалом 9, с 28 по 29 стих. «Сидя в собрании, на брата твоего ты клеветал, и для сына матери твоей полагал препону». А разве брат не есть сын матери? А о чем это? Наша Матерь – это Святая Церковь. То есть, ты на родного брата клеветал, ты, братьев и сестер, по вере поливал грязью. Какой же ты христианин? Ты позволяешь в твоем присутствии ругать твоего патриарха. А в Законе Божьем сказано, начальствующего в народе твоем не злословие. Ты в твоем присутствии позволяешь ругать твоего епископа, твоего настоятеля, твоего духовника. Чем тогда ты отличаешься от тех людей, которые так относятся к служителям церкви? «Ты это делал, и я молчал», говорит Господь. То есть, почему Господь молчал? Казалось бы, ему надо было вмешаться сразу. Бог долго терпит. Господь ждет твоего и моего исправления. Ты подумал, беззаконие, будто я подобен тебе буду. То есть, не обращу внимания на это. Ну, беззаконие так беззаконие. Нет. Я обличу тебя и представлю пред лицем твоим грехи твои. То есть, в день суда все это обнаружится. И окончание этого псалма, два стиха, 22-23. Уразумейте же это, забывающие Бога, что Господь представит перед нами все грехи наши. «Дабы Он, то есть Господь, не восхитил вас». Помните, как Христос говорит, что Господь придет, как тать ночью. Тать – это вор. «Дабы Он, то есть Господь, не восхитил вас», а Афанасий Великий дает комментарий, имеется внизу, имеется в виду, что может восхитить земли внезапной смертью. Внезапной смертью. То есть, выдернет вас из жизни. Вот это означает, «Дабы Он не восхитил вас, и тогда никто не избавит». Кто тебе поможет, если ты умер? Ну, реанимация приедет. А ты уже мертв, все, душа отошла, ничего они тебе не помогут. Только по воле Бога человека могут вернуть к жизни врачи, потому что руки врача, врачей, они в руках Господа. И последний стих, как бы, некое такое режиме, «Жертва хвалы прославит меня», то есть, когда мы восхваляем Бога, то есть, благодарим Его, «и это путь, коим я явлю ему спасение мое». И мы помним, что в еврейской традиции эта книга называется «Сефер тагелин», то есть, книга восхваления. И хотя в псалтире есть покаянные молитвы, но главное направление это восхвалять Бога, прославлять Бога в каждом случае. И в следующий раз, дорогие друзья, если мы будем живы, Господь позволит, мы будем изучать с вами пятидесятый псалом, который является покаянным псалмом. Это очень важный для христиан псалом, который читается нами, священниками, во время каждения, которое мы совершаем в храме. Верующими читается, когда они идут в храм, на общественное богослужение. И мы постараемся удалить этому пятидесятому псалму, особое внимание, но это в том случае, если будем живы, Господь позволит. Спаси Христос. субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...